Харьковское и Луганское ОГО разработают меры, чтобы ликвидировать пожары. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила Луганской и Харьковской ОГО разработать дополнительные меры для противодействия пожарам. В однодневный срок они должны подготовить и подать материалы и расчеты для осуществления мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала. В частности, Луганской и Харьковской облагосадминистрациям поручено организовать работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В случае необходимости они выделят средства из резервного фонда областного бюджета для оказания помощи и компенсации за утраченное жилье. Кроме того, облагосадминистрации должны обеспечить круглосуточную работу штаба и координацию мер по ликвидации последствий ЧАЭС, обеспечить пострадавших продовольствием и медицинскими средствами, а также выделение материальной помощи, компенсации за утраченное жилье и имущество. В то же время комиссия ТЭП и ЧАЭС поручила в кратчайшие сроки провести обследование зданий, поврежденных огнем, и оформить необходимые документы для возмещения причиненных убытков, отработать вопрос по оказанию помощи гражданам в восстановлении утраченного жилья. Напомним, в Харьковской области 2 сентября вблизи села Горобьевка Двуречанского района возник пожар. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 гектаров, из них 100 гектаров верхового пожара. А в Луганской области накануне зафиксировали 24 возгорания сухой травы на площади около 1200 гектаров. Добавим, ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что убытки от пожаров в Харьковской и Луганской областях как можно скорее должны оценить областные администрации. Кроме того, пострадавшие от лесных пожаров получат компенсации в течение месяца. Те, кто потерял жилье, могут рассчитывать максимум на 300 тысяч гривен.